Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Преколомни учена Сергия, моли Бога у нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятое июня. Повесть о кончине блаженного Константина, митрополита Киевского. Вскоре после того, как Великокняжеский престол Киевский отнят был от блаженного Игоря и захвачен Истиславом Истиславичем, был великим князем с 1146 по 1149 год. Потом вторичный с 1150 по 1554 внуком Владимира Мономаха представился как Господу святейший митрополит Киевский Михаил II. Занимал Киевскую кафедру в 1131-45 годы. Случилось это незадолго до убиения Игоря. На место Михаила великий князь Истислав избрал одного весьма книжного инока, Климента, философа, уже принявшего схему. Этого инока Истислав привел из Смоленска и очень желал, чтобы посвящение его было совершено русскими епископами в Киеве, так как за дальностью расстояния не хотел посылать его в Царьград на благословение Вселенскому Патриарху, как это было прежде в обычае. Истислав созвал собор из епископов русских и приказал им рукоположить схемонаха Климента в митрополита Киевского. Однако не все епископы согласились на это, не дерзая рукополагать без благословения Патриарха Константинопольского. Но были такие епископы, которые, желая угодить князю, посвятили Климентова епископа главою святого Климента Папы Римского, принесенной святым Владимиром из Херсонеса в Киев. Об этом соборе и поставлении Климентова епископа подробнее сказано в повествовании о житии святого Нифонта под 8 числом месяца апреля. Сей блаженный Нифонт не соизволял этому незаконному рукоположению. После Истислава Мстиславовича престол киевский перешел к Георгию Владимировичу, сыну Мономаха. Три раза занимал 1149-1150, 1250-й и 1354-й по 1157-й год. Он не пожелал иметь митрополитом киевским Климента как рукоположного незаконно. В это именно время по просьбе великого князя и прибыл из Константинополя святейшего патриарха Вселенского в Киев сей Константин митрополит. В 1155-й по 1158-й год занимал киевскую митрополию, о котором и будет наше слово. Этот Константин, властью данной ему патриархом, отрешил от архиерейства и от престола митрополитического Климента, а также отрешил от служения всех тех, кого Климент рукоположил в той или другой духовный стан. Спустя несколько лет великий князь Киевский Георгий Владимирович Мономахович скончался и начались великие несогласия среди князей русских, как относительно престола великокняжеского, так и относительно престола митрополитчего. Ибо одни считали пастырем Константина, другие требовали вторичного возведения на престол митрополита Климента, в частности сын умершего великого князя Изяслава Мстиславовича, Мстислав Мстиславович, правнук Владимира Мономаха, стоял не за Константина, а за Климента. Он говорил так, я не желаю, чтобы Константин был митрополитом киевским, потому что отца моего многие проклинали за Климента. В следствие этого князьям русским пришлось отрешить от престола обоих митрополитов, и Климента, и Константина. Потом князья отправили в Константинополь святейшему патриарху просьбу о том, чтобы он прислал к ним нового митрополита. Святейший патриарх, желая прекратить смуты и несогласия среди князей русских, послал в Киев нового митрополита по имени Федора. Тогда блаженный Константин, в виде несогласия князей русских и желая уйти от мятежа, оставил престол еще раньше прибытия в Киев нового митрополита. Выйдя из Киева, Константин отправился в Чернигов, здесь он заболел смертельно. Причувствуя свою кончину, он написал грамоту, запечатал ее и передал Антонию, епископу Черниговскому. При этом Константин взял с Антонией клятвенное обещание. После его смерти, сорвавший печать и прочитавший грамоту, исполнил все то, что написано в ней. Как только представился блаженный Константин, митрополит, епископ Антоний, взяв запечатанную митрополитом грамоту, отправился с нею к князю Черниговскому Святославу Ольговичу. Распечатав здесь грамоту, Антоний прочитал ее в присутствии всех. И было написано в той грамоте нечто дивное и ужасное, а именно, «После моей смерти не предавайте погребению тело мое, но, привязав верви к ногам моим, извлеките меня из города и бросьте на сиденья псам. Я согрешил, из-за меня произошел мятеж. Пусть будет за это на мне рука Господня. Пусть я пострадаю, да отвратит Господь несогласие и раздора от народа своего». Услышав это, все пришли страх и ужас. «Князь же сказал епископу, поступи так, как найдешь нужным». Епископ, не осмеливаясь пренебречь приказаниям митрополита и не дерзая нарушить свою клятву, исполнил все то, что было повелено в грамоте. Повлекший тело умершего из города, он бросил его в поле. И лежало тело митрополита без погребения три дня. Все преисполнились великого страха и ужаса, видя столь дивные происшествия. На третий день князь Святослав Ольгович, преисполнившись страха Божия, на него напал великий страх и ужас после того страшного происшествия. Приказал похоронить с приличными почестями выкинутое тело архиерея Божия. И принесли тело его в город с великой честью и положили его в церкви святого Спаса, в Переме Красном, где был похоронен новый страстотерпец Блаженный Игорь, князь Киевский, убитый киевлянами. В те дни, когда частное тело Константина было выброшено из города Чернигово, в Киеве померкло солнце и поднялась столь великая буря, что даже потряслась земля. Поднялся гром, заблистала молния, так что все киевляне пришли в великий страх и уныние. В это время гром поразил одним ударом восемь человек, двух священников, двух диаконов и четырех мирян. Князь Киевский Ростиславович управлял Киевом в 1654 году, только одну неделю. Внук Владимира Мономаха находился в это время в поварах у выше города. Буря разрушила шатер, бывший близ него. При исполнившей страха, испомнив о смерти митрополита, об ней возвестил ему через гонца князь Черниговский, он послал нарочитого в Киев к церкви Святой Софии и прочим соборам с просьбой совершить стеночное обдение во всех церквах. Это наказание, говорил он, Господь послал на нас по причине грехов наших. Все эти страхи и ужасы были только в Киеве. В Чернигове же в эти дни солнце сияло ярко и не было никаких ужасов. По ночам над выброшенным за город телом блаженного митрополита Константина являлись три столпа огненной, ярко сиявшей и доходившей до неба. После того, как честное тело блаженного Константина было погребено, наступило в Киеве полное спокойствие. Все, делясь происшедшему, славили Бога, которому восстывается слава и от нас, ныне и бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.